и снова здравствуйте всем привет и так давайте сейчас в этом ролике вставим рик именно автоматический это опять же авторик про как тут все работает выбираем значит нашего персонажа находим это здесь есть вот собака лошадь ну вот выбираем скелет собаки тройка на нампаде и вы видите что значит сами кости выберем давайте object mode и значит поставим via port in front чтобы видеть кости вы видите что они сдвинуты как их значит подогнать выбираем рик и жмем edit preference bonds все теперь мы можем менять выбираем значит что ну давайте так c выберем сначала хвост и перекрутим g подставим где у нас находится значит хвост и сделаем с побольше побольше р р английская g подтянем вот здесь его как-то установим здесь можно значит перетаскивать косточки менять вот они если вы считаете что у костей слишком мало то выбираем любую кость заходим лимп опцион и вот здесь или уставим подразделить так он тентент нажимаем так control z что-то не сработало ну ка выберем другую кость лимп опции тут стоит 4 кости так 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 а ну ка на главную поставим лимп опцию все еще 4 кости а ну ка ставим тогда а ну ка 6 ну вот они подразделили значит вот эту основную выбираем ее меняем не вот эти основную первую косточку вот эту так теперь можем немножко там отодвинуть поддвинуть подрегулировать следом что можем сделать выбираем значит наши вот эти лапы и g перетаскиваем их так здесь мы можем опять же их регулировать они регулируются зеркально меняете одну сторону меняется вторая сторона так тут попала единственное что вот минус вот с этими лапами как то они тут не интересно значит устанавливаются так но если я вот так поставлю чтобы вот эта косточка была под низом так тогда нужно менять вот этот на уклон наверное как то так то так что у нас тут с передними лапами передние лапы тоже подгоняем не забываем спереди смотреть как да что они тут немножко регулировать ну тут еще какая штука что вот эти косточки у нас эти лапы чуть-чуть вывернуты надо их R и G чуть-чуть подкручивать так перекручиваем еще и G подгоняем так теперь тройка на нампаде смотрим вроде бы все на месте ну если что можно что-то приподнять и где-то R подкрутить так с этим делом разобрались да теперь давайте разберемся с локтями чтобы они точно гнулись нормально работали опустим ну а здесь в принципе все так пойдет так теперь что нам нам теперь нужно выбрать весь этот каркас и можно его значит передвинуть чуть-чуть его подставить с увеличить переводим значит изменяем позвоночнику форму ну чтоб тазовая стояла где положено так вот это значит косточка вот это это косточка шеи G подставляем ее к шее а вот это кость головы так давайте сначала все это дело уведу выберем значит все вот эти кости лицевые и отведем их вперед теперь значит G подгадываем R выравниваем подгадываем косточку шеи так и вот в чем вопрос вот косточка шеи да одна как ее сделать чтобы было две тоже заходим выбираем кость шеи лимб здесь стоит вот одна ставим везде по две ок все их стало две так ну вроде с костями нормально теперь что у нас по лицевой по лицевой у нас вот что тут есть здесь у нас есть вот уши давайте их выберем так тройка на нампаде G подносим к ушам теперь значит R выберем одну сторону перекрутим уши G подведем к ушам ну еще с боков значит отрегулируем смотрим сверху снизу семерка на нампаде R где то можно перекручивать так это дело понятно да так теперь у нас присутствует смотрите это у нас кость нижней челюсти тоже ее подставляем G перекручиваем устанавливаем также у нас присутствуют кости языка так это G отводим ее перекручиваем устанавливаем где у нас там язык будет я вот не пробовал отдельно значит косточки не вводить персонажа а сразу крепить к языку но это в следующем ролике может быть мелочевки эти попробуем так вот у нас присутствуют кости глаз вот они тройка на нампаде опять же G подводим к глазам единица на нампаде тут нужно их прям хорошо выровнять и вот эти косточки можно значит здесь выравнивать вот так вот это вот эти вот все вершины верха костей это значит и так все это дело вы выравниваете где у вас веки все так настраиваете подгадываете словом выравниваете так следом тут у нас вообще неразбериха да ну вот с этими понятно это брови так тройка на нампаде G управляшка значит брови и сами косточки бровей вы их можете также завести семерка на нампаде там перекрутить G подогнать где у вас там должны брови изгибаться там как-то их может передвинуть так о том что тут выходит косточки носа вот они три косточки это косточки носа G подставляем R перекручиваем где-то делаем S возможно увеличиваем G и переносим вот так вот на пятак так ну можно наверное S чуть-чуть еще их уменьшить и G как-то завести в mesh так теперь смотрите опять же чтобы все ровненько выставлялось значит лучше больше использовать вот этот MOF или как его назвать MOF или transpose pivot так тут теперь что есть щеки вот это значит G вот эти вот щеки единица нампаде это значит G разводим устанавливаем так что еще тут присутствует значит значит косточки рта вот эти вот сейчас вот эти вот кости это для растяжения значит для улыбки рта пласти делаем R G так делаем S R и подгоняем как бы нашему вот этому рту а пардонте это по моему зубы наверное наверное зубы ладно так а вот это у нас вот эти мелкие и значит какие тут еще есть давайте вот так вот их выберем сделаем S G подведем значит к нашему персонажу сделаем R это значит у нас идет это верхняя губа косточки вот это вот эти кости у нас идут на растяжение рта мы их сюда можем подправить это вот чуть чуть поближе вот так эту косточку маленькую можно сделать чуть побольше S ввести в губу это значит должна по идее быть нижняя вот это вообще непонятно что такое должно быть ну заведем в челюсть да а ну-ка Ctrl Z это кто такая G словом вот такая штука какие-то зубы ну какие-то косточки вы запутаетесь да как это все дело теперь выровнять заходим в Object Mode выбираем нашего персонажа делаем Shift D дубликат заходим в Edit Mode выбираем значит прозрачность рентген C побольше кисточку и нам понадобится только вот эта голова Ctrl I это значит Vertex Delete у нас осталась значит одна голова заходим в Object Mode теперь в единице на нампаде выбираем Autoreg Pro Smart выбираем только Face ну кости лица выставляем подбородок все больше нам не надо никаких костей тут заставлять и доставляем вот эти вот все кости давайте сначала дуги бровные так зачем вот именно одну голову выбирать потому что когда вы вот в таком варианте делаете он весь меш воспринимает за голову и может там косяков наделать просто дублируем голову дублируем голову сейчас все это дело установим и потом все удалим вот эту дублированную голову так можно немножко больше S дуги можно тоже G там как-то побольше их выровнять это вот сюда куда-то поставить поближе к носу нос нормально так вот эти штуки G повыше можно поднять теперь выравниваем значит рот G G так немножко можно подрегулировать глаза ну и в принципе все теперь нам нужно выбрать вот здесь вот в этой функции глаз мотаем ищем вот эти глаза GL5 у меня и GL5001 два глаза они должны быть отдельные разные глаза так что ну теперь жмем вот в таком именно виде жмем go все вы видите что у нас косточки все выровнялись теперь нам нужно подкорректировать кости значит шеи так G кости шеи так G и головы корректируем где-то косточку можно чуть-чуть одинаково сделать выровняем все ну вот в принципе все тут установилось вот глаза дуги язык а вот косточка значит так язык дальше ушел косточка именно челюсти R давайте подкорректируем G поставим так in front стоит так G вытащим это у нас язык ну и в принципе все остальные кости губы все по устанавливались да так вот это вот кость наверное G должна быть все таки здесь наверное ну если что потом перенесем когда уже отрегулируем значит RIG так так вот какая-то косточка сейчас посмотрим так заходим в вот мод выбираем бошку delete дублированную голову выбираем так наши кости и давайте сделаем match to RIG но сначала выберем вот nom second day контроллеры и давайте вот это первую поставим если вы поставите вот этот twist то у меня глаза вот эти вот раз поставил на персонажа и настройка глаз RIG оказался за головой на затылке так что ну вот этот ставите когда экспорта бля этот ну для Unreal он само то так ну и все match to RIG так все он это дело преобразовал теперь что у нас тут in front опять скидывает лапы все выставлены все нормально теперь выбираем значит наши вот эти меши так давайте камеру свет отключим и выбираем только все наши части вот эти глаза челюсти языки там персонаж и через shift выбираем в object mode выбираем вот эти кости можно в edit mode в object mode без разницы заходим скин так здесь вот это просерф волум как рекомендуют отключать ну можно и оставить включенным так давайте отключим попробуем бинт привязываем все это дело так все привязалось и тут получается что задние лапы задние лапы я не отрегулировал да так ну давайте зайдем выберем кости зайдем в post mode смотрим тройка на нампаде и попробуем поднять одну лапу ну в принципе нормально работает вот с натяжкой с раскруточкой да прикольно мягенько все ctrl z и вы возвращаетесь вот в эту в этот рик ctrl z вообще жать это вот как по привычке да нельзя нужно нажимать alt g alt r alt s вот это минус и хочется постоянно ctrl z нажать и он скидывает вот на началку вот это теперь значит английская а опять же делаем match to record хорошо что он не сбился так вот эту голову object mode я уже удалял он возвращает все вот эти причиндалы теперь опять же мы это все делаем камеру свет отключаем потому что он вернулся на какой-то момент челюсти тела все включаем и опять же пробуем привязать заходим скин находим отключаем вот эту функцию и бинт жмем и после этого нужно сохранять значит эти полностью проект вот сейчас как он только преобразует и сразу постоянно нужно сохранять если вы будете делать какую-то анимацию вы можете нажать ctrl z и она у вас кинет опять на началку и весь ваш труд пропадет может здесь есть еще функция как это дело фиксировать да как бы чтобы авторик потом уже на это не влиял ну сейчас посмотрим если найдется да так теперь ну давайте я все это делаю файл save какой он там львенок 2 сохраню так есть такое дело все рик есть как поменять вот если вы настроили здесь большой этот контроллер да выбираем эту косточку заходим надо ее уменьшить в рик заходим нажимаем так edit shape и здесь вот можем по-моему ее поменять а ну-ка так сделать допустим с там вот этим частям допустим там вот этим частям допустим черте как я ну так вот тут глаза так вот так если выбрать и что-то в этом духе да ну не нравится мне эта форма ну ладно ну вот уменьшили да теперь чтобы английская а и apple shape применяем все она такая будет с изменениями так rig tool если включим addon то выберем давайте circle crit размер размер уже здесь не меняется только меняется на циркл да так да заменяет кость а ну-ка на куб и менять я здесь его не могу просто он делает там какую-то форму да ну вот пусть будет куб и размер уже в этом окне я поменять не могу он просто заблокирован ну куб допустим лучше да так вот выглядит чем непонятная какая-то штука так теперь можем опять это зайти в нашего значит персонажа и теперь опять что у нас там вылетел in front опять надо после каждого действия менять смотрим так что у нас глазами посмотрим приближение отдаления о глазюки смотрят ну что мне не нравится так вот а ну-ка прикольная штука словом вот такая деталь так еще что если у вас будет работать неадекватно лапы то здесь можно менять все это дело и вот вам пожалуйста все вылетает поэтому постоянно сохраняйтесь так выбираем кости проект у нас сохраненный пост мод опять же ставим in front так как это все поменять здесь есть в настройках вот если ноги у вас работают неадекватно какие-то вот кости заходите в edit mode выбираете ту кость которая неадекватно у вас работает и находите так где она тут bind а автопро так вот эту кость так а если все выбрать и зайти в этой функции значит меняем тут выбираем тут косточку вот эту управляшку если что-то неадекватно работает то у вас единица стоит на снэп поле или снэп пиннинг вот пусть по нолям тогда она нормально адекватно работает вот косточку выбираем видите все по нолям поэтому лапа G нормально вот ходит ну единственное вот живот за собой чуть тянет там еще что-то ну думаю при анимации будет нормально и теперь смотрите вот опять хочется назвать Ctrl Z Alt G Alt R нажимаем и все возвращается на свое место так Alt R так теперь ну миск здесь тоже можно вот они настройки арматура update clean цвет менять import export picket ну capture facial а ну-ка выберем не работает как-то значит по-другому так здесь на синий поставим import нет пана что-то color tame черт зачем куда его импортирует так clean scene а метод тыка само то new версия Avalight 0 ну что-то делает тоже функция так здесь настройки ну и все в принципе edit preference это уже сброс настроек если вот допустим взять ну давайте попробуем да edit видите он все сбрасывает назад и можете опять работать переделывать что-то подгонять косточки добавлять переставлять и по новой по кругу все это дело идет так open львенок и все что можно рассмотреть допустим вам нужно вы ну как настроить вес задних лап только что делаем заходим в edit mode выбираем рентген c выбираем только ту часть которую нам надо подкорректировать подправить по весам да заходим заходим теперь в object mode выбираем наши кости заходим в edit mode вот опять видите infront постоянно скидывается и вот эти косточки вот которые нам надо выбираем их можем сейчас отдельно значит протестить да а ну-ка match to rig вот они весы должны были пересчитать только вот задние кости вот такая штука а ну-ка проверим теперь как она работает edit snap вот она посмотрим уже так 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 это центральная кость опять же in front это вылетает постоянно object mode вот вот видите только к этим костям все это дело изменилось ну все адекватно работает вот ну тут вот напутанно вот с этими хребтами да и получается аж вот она косточка так а ну-ка управляшка нет управляшка где-то о вот это большая это управляшка значит задом а это уже скелет дальше идет неудобная настройка лучше бы цирклы были а ну-ка попробуем их на цирку заменить так ректул попробуем на цирку вот заменяется но размер их а ну-ка нет размер уже никак не корректируется так ну зато можно поменять им base color допустим на желтый он желтый значит поменяем на красный вот эта штука теперь как-то поприятней вот этот куб так сделаем куб и вот я не могу его теперь ни выше ни ниже поднять этим ну как аддон он меняет но функция вот повторюсь заблокирована крит ну ничего можно какие-то хоть кости заменить чтобы попроще смотрелось допустим да так что у нас тут по шее смотрите тут какая-то кость а ну-ка по-моему голова я так уже по-моему настраивал а ну-ка G так это на растяжку стоит и вот опять хочется нажать Ctrl Z Alt G Alt R вот только так возвращаем так теперь что находим вот кубы управляют вот мягкий поворот кстати прикольная штука прикольная штука шея работает вообще мягко опа опа ну в принципе что ничего тут такого сложного нет но минус в чем смотрите тут у вас чисто по Ригу ой мама не горюй сколько вот этих всяких виджетов так ну это виджеты по-моему с прошлого проекта а нет это эти виджеты вот Ctrl Z я нажимаю видите по любому поводу нажимаете Ctrl Z и вы возвращаетесь на ноль так что вот с этим будете поосторожней вон тут коллекции вот основная потом вот коллекции с костями дублировано ну с одной стороны норм с другой нет так теперь файл open don't save и попробуем вот именно Риг который делал я так не этот это для другого так open вот этот так вот то же самое но только сейчас посмотрим Ctrl Z так Ctrl Z Ctrl Z тоже что-то не работает так ладно подправили выберем значит косточки постмот вот так здесь у меня настройка и на плечевую кость можно ее значит уменьшить сделать на две кости тогда у нас будет работать лапа с двумя косточками ну так не интересно Ctrl Z Ctrl Z что-то у меня после после этого отдона Ctrl Z не работает а ну-ка так Alt G Alt теперь на три косточки поставим так вот здесь значит таз глаза не привязаны Ctrl Z к башке как их привязать заходим в Edit Mode выбираем эти две косточки и заходим Ctrl P и Ctrl Z к башке так это все привязано Ctrl Z теперь если будем опускаться все работает все адекватно смотрим как у нас движутся G лапы перекручиваются R мягенько ломки нету хвост как работает G ну тут нужно добавить побольше костей вот так Alt G Alt R так что еще тут голова как работает только на перекрутку на движение не стоит как это сделать как это все настроить выбираем Alt G Alt R выбираем косточку головы выбираем косточку значит C потом косточку головы делаем Ctrl Shift и Взмем Inverse Kinematic удаляем таргеты и ставим на две кости допустим вот вот то же самое что и в риге во вторике вот такая штука но можно на три поставить вот еще еще мягкий работает значит персонажи персонажи с которыми можно именно экспериментировать в таргет в таргет в таргет